Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Избранные поучения и створения Святаго Отца Иоанна Златоуста. Том 1, книга 2. Против Аномеев. Слово 11. Со 2 пункта. Итак, обратимся к древним книгам и к древнейшим всех древних, то есть к книге бытия. И в самой книге бытия обратимся к ее началу. Что Моисей говорил много о Христе, об этом послушай, как сам Христос говорит. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что Он писал обо мне. Иоанна 5, 46. Где же Моисей писал о нем? Это я и постараюсь теперь показать. Когда созданы были все твари, небо увенчано разнообразным сонмом звезд, а против него внизу земля украсилась различными цветами. Когда вершины гор, поля и долины, и вообще вся земная поверхность покрыта была растениями, деревами и травами. Запрыгали стада мелкого и крупного скота. Хор певучих птиц, сообразно со свойствами своей природы, наполнил весь воздух музыкой. Моря стали изобиловать морскими животными. Озера, источники и реки наполнились всем, что в них рождается. И ничего не осталось недоконченным, но все было уже готово. Тогда тело ожидало главы. Город начальника, тварь царя, то есть человека. Бог, намереваясь создать его, сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бытие 1.26. С кем он беседует? Очевидно, что с единородным сыном своим. Он не сказал, сотвори, чтобы ты не принял этих слов за приказание рабу, но сотворим, чтобы под видом словесного совета открыть равенство чести у него с сыном. Так иногда говорится, что Бог имеет советника, а иногда говорится, что не имеет. И однако Писание не противоречит самому себе, но через то и другое открывает нам таинственные догматы. Когда оно желает представить, что Бог ни в чем не нуждается, то говорит, что он не имеет советника. А когда желает показать равенство чести у него с единородным, тогда называет сына Божия советником его. А чтобы тебе убедиться в том и другом, как в том, что пророки называют сына советником Божьим, не потому, будто отец имеет нужду в совете, но для того, чтобы нам знать чести ненародного, так и в том, что Бог не нуждается в советнике, выслушай слова Павла. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Римлянам 11.33-34 Он изображает то, что Бог ни в чем не имеет нужды. А Исаия, с другой стороны, в свидетельство о Денародном Сыне Божьем, говорит, Будут отданы на сожжение в пищу огню, Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут ему имя чудный советник. Исаия 9, 5 глава, 5-6 стих И если же сын есть чудный советник, то почему Павел говорит, кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Потому что Павел, как я выше сказал, хочет показать, что отец ни в чем не имеет нужды, а пророк показывает равенство чести у него с единородным. Посему и здесь Бог не сказал, сотвори, но сотворим, потому что слово сотвори означает приказание, даваемое рабу, как можно видеть из следующего. Однажды подошел сотник к Иисусу и говорит, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. А что же Христос? Я приду, сказал он, и исцелю его, Матфея 8, 6, 7. Сотник не смел везти врача в дом свой, но промыслитель и человеколюбец сам обещал идти к нему, чтобы доставить случай и повод показать нам его добродетель. Ибо Христос, зная, что сотник намерен был сказать, обещал прийти, чтобы ты узнал благочестие этого мужа. Что же говорит сотник? Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Даже тяжесть болезни и бедствия не подавила в нем благоговения, но и в несчастье он признавал величие владыки. Поэтому он и говорит, но скажи только слово, и выздорови, слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Видишь ли, что слово сотвори свойственно господину, говорящему с рабом, а слово сотворим свойственно лицу, имеющему равную честь. Так, когда обращается господин к рабу, то говорит, сотвори, а когда отец беседует с сыном, то говорит, сотворим. Что же скажут, если так думал сотник, а на деле было не так? Разве сотник был апостолом? Разве он был учеником Христовым, чтобы мне принимать слова его? Он мог ошибаться, скажут эритики. Хорошо, но что мы видим далее? Исправил ли Христос слова его? Обличил ли я его, как ошибающегося и высказывающего неправое учение? Сказал ли ему, что делаешь ты, человек, ты имеешь обо мне высшее мнение, чем должно? Ты приписываешь мне более надлежащего? Ты полагаешь, что я могу самовластно повелевать, тогда как я не имею такой власти? Сказал ли ему Христос что-нибудь подобное? Нет. Он даже подтвердил мнение сотника и следовавшим за ним сказал Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Матфея 8.10 Таким образом, одобрение от владыки служит подтверждением слов сотника, а потому это уже не слова сотника, но вещание Господнее. Если он сам похвалил сказанные слова и отозвался о них, как о словах, сказанных хорошо, то я принимаю их за божественное изречение, потому что они получили подтверждение свыше в ответе Христовом. Видишь ли, как Новый Завет согласен с Ветхим, как тот и другой доказывают самостоятельную власть Христову, но что из того скажут, если он, хотя сотворил человека, но сотворил как слуга? Это неуместное словопрение. Сказав сотворим человека, Бог не прибавил по образу твоему меньшему или по образу моему большему. Но что, по образу нашему и по подобию, говорит он, выражая этими словами, что у отца и сына один образ. Он не сказал по образом, но по образу нашему, потому что не два неравных, а один, и тот же одинаковый образ у отца и сына. Потому о сыне же говорится, что он сидит одесную отца, дабы ты знал, что он имеет равную честь и одинакую власть с отцом, как слуга не сидит, а стоит. А что сидение означает равночестность и одинаковость власти Господней, стояние же свойственно рабству и подчинению. Об этом послушай, что говорит Даниил. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Даниила 7, 9, 10. Также Исаия «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Вокруг него стояли серафимы». Исаия 6, 1, 2. И Михей «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его». 3 Царств 22, 19. «Видишь ли, что всегда вышние силы предстоят, а он сидит. Итак, когда видишь, что и сын имеет седалище одесной отца, то не приписывай ему рабского и служебного достоинства, а владычное и самостоятельное. Посему и Павел, зная, что стоять свойственно слугам, а сидеть повелителям и начальникам, посмотри, как различает то и другое в следующих словах. Об ангелах сказано «Ты творишь ангелами своими духом и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне – престол твой Божий в век века», Евреям 1, 7, 8, под образом престола, представляя нам царскую власть. Итак, если я доказал посредством всего сказанного, что сын имеет достоинство не служебное, а владычное, то будем поклоняться ему, как владыке и равночестному с отцом. И сам он повелел это, сказав, дабы все чтили сына, как чтут отца, Иоанна 5, 23, с правым же исповеданием догматов соединим и праведность жизни и дел, «Чтобы нам не наполовину совершать свое спасение, а праведности, повеления и чистоте жизни ничто не может так способствовать, как частое пребывание здесь и усердное слушание, что для тела пища, то для души изучение божественных вещаний, ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» Матфея 4, 4. «Посему те, которые не участвуют в этой трапезе, обыкновенно испытывают голод. Послушай, как Бог угрожает этим голодом и ставит наряду с наказанием и мучением. «Пошлю на них», — говорит он, — «не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» Амос 8, 11. «Не безумно ли для избежания телесного голода делать все и принимать все меры, а душевный голод добровольно навлекать на себя, тогда как он тем тяжелее, чем больше от него бывает вред?» «Нет, прошу и убеждаю вас, не будем так худо относиться к самим себе, но будем предпочитать пребывание здесь всем занятиям и заботам. Столько ли, скажи мне, ты приобретешь, оставляя собрания, сколько потеряешь и для себя, и для всего дома? Хотя бы ты мог найти целое сокровище золотое и ради него оставил это собрание, и тогда ты потеряешь больше и настолько больше, насколько духовные блага выше вещественных. Последние хотя бы они были многочисленны, истекались со всех сторон, не будут сопровождать нас в будущую жизнь, не переселятся с нами на небо и не предстанут пред страшным престолом, но часто еще прежде нашей смерти оставляют нас и исчезают. Если же и останутся до конца, то при смерти непременно отнимутся. А духовное сокровище есть приобретение неотъемлемое. Оно повсюду следует за нами, и на пути, и при отшествии нашим, и доставляет нам великое дерзновение перед престолом Божьим. Если от других собраний бывает столько пользы, то от здешних собраний вдвое более. Здесь мы получаем не только ту пользу, что орошаем душу божественными вещаниями, но и ту, что приводим в великий стыд врагов. А своим братьям доставляем великое утешение. В сражении полезно поспешать на помощь той части войска, которая изнуряется и находится в опасности. Поэтому всем следует собираться сюда и отражать нападение неприятелей. Но ты не можешь сказать длинную речь и не имеешь способности учить. Ты только приди сюда, и этим все исполнишь. Твое телесное присутствие увеличивает паству и много поощряет усердия твоих братьев, а врагам твоим причиняет стыд. Когда кто-нибудь, подошедший к этому священному преддверию, видит малое число собравшихся, тогда и то усердие, какое у него было, охлаждается, и он ослабевает, уклоняется, делается равнодушным и уходит. Так мало-помалу весь народ у нас делается беспечным и нерадивым. А если он видит собирающихся, усердствующих, стекающихся со всех сторон, тогда ревность других пробуждает усердие и в самом равнодушном и недеятельном. Камень, ударяемый о камень, часто производит искры. Хотя, что может быть холоднее камня, и что теплее огня, и однако непрерывные удары побеждают его природу. А если это бывает с камнем, то тем более может быть с душами, находящимися в общении между собой и согреваемыми огнем духовным. Разве вы не слыхали, что у наших предков было всего 120 человек верующих, а еще прежде 120 было только 12, и эти не все остались, но один из них, Иуда, погиб, и было всего 11, однако из этих 11 стало 120, и из 120 – 3000, потом 5000, затем всю вселенную наполнили они познанием Бога. А причина этого та, что они никогда не прекращали общение между собой, но все вместе постоянно проводили дни в храме, занимаясь молитвами и чтением. Потому они и воспламенили такой великий костер, что никогда не разъединялись, но привлекли к себе всю вселенную. Будем и мы подражать им. Не странно ли было бы не оказывать даже такого попечения о церкви, какое оказывают женщины в отношении к своим соседкам? Они, увидев какую-нибудь бедную, беспомощную девицу, все оказывают, все оказывают ей свои услуги, заменяя родственников, и много шума бывает у собравшихся на брак такой девицы. Одни иногда приносят ей деньги, другие делают честь своим присутствием, и последнее немаловажно, потому что их усердие служит прикрытием ее скудости, и таким образом ее бедность они прикрывают своей услужливостью. Так поступаете и вы в отношении к этой церкви. Будем стекаться все отовсюду и прикрывать ее скудость, или лучше прекратим ее бедность с постоянным своим пребыванием здесь? Муж есть глава жены, Ефесянам 5.23, а жена есть помощница мужа. Пусть же ни глава не решается без тела переступать эти священные пороги, ни тела без главы пусть не является, но весь человек пусть приходит сюда, приводя с собой детей. Если приятно видеть дерево, имеющее произросшее от его корня молодое растение, то гораздо более приятно и даже приятнее всякой маслины видеть человека, подле которого стоит дитя, как бы молодое растение от его корня. Это не только приятно, но и полезно, так как собирающимся здесь будет, как я раньше сказал, большая награда. И земледельцу мы особенно удивляемся не тогда, когда он трудится над землей многократно возделанной, но когда он, взяв поля, незасеянные и невспаханные, трудится над ними с великой заботливостью. Так поступал и Павел, предпочитая проповедовать Евангелие не там, где уже было известно имя Христова. Будем же и мы подражать ему, как для превращения церкви, так и для нашей пользы. Будем стекаться сюда на каждое собрание. Если воспламенится в тебе похоть, ты легко можешь погасить ее, только увидев этот храм. Если возбудится в тебе гнев, ты скоро укротишь этого зверя. Если будет осаждать какая-нибудь другая страсть, ты можешь усмирить всякую бурю и водворить тишину и великий мир в душе, чего досподобимся все мы. Благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.